всем привет с вами иван клинка мы продолжаем проходить игру тест драйв unlimited reincarnation в предыдущей серии мы закончили на том что мы купили именно этот ford mustang версии gtr сейчас мы быстренько смотрим так отключен гоночный нас гоночный стиль вождения стоит на автомобиле сразу чтобы не было никаких вопросов лишних мы показывали нашим ведрышки шоу прошлый раз что же может у нас обычный mustang gtr сейчас мы будем смотреть и пытаться что-то показать на этом мустанге какое-то время какой-то более-менее сносный хороший результат но для этого давайте-ка пожалуй отправимся для начала на наш трек начнем серию сразу грубо говоря с нашего любимого то благодаря чему мы сможем завязать эту игру для вас по что-то больше кроме просто обычной покатушки какие-то это у нас как обычно первая попытка ну сами видите старт такой очень достаточно вяленький относительно а может и не вяленький но автомобиль держит почти ну для вас сразу мы переносимся ко второй попытке который будет всего скорее более зачет нежели это так что переносимся сразу конец второго круга и смотрим первое пробное время первые результаты ну да первая попытка у нас закончилась как мы видите как вы видите у нас есть время а две минуты 30 секунд и 41 сотая значит сразу в оправдание я наконец-то научусь перестать цокать игры смотрите один раз нас чуть не развернуло поперек второй раз меня занесло сильно хотя меня на газа 3 сильно занесло но сейчас будет попытка зачет то есть и вы сможете тоже посмотрите вам смогу объяснить более-менее что же не так с этим автомобилем то есть буксовка это ладно это вообще не хочу скорость 150 160 50 160 это у нас как на porsche у нас было вот вот это ж не шпилька даже наверно они наверно это все-таки шпилька своеобразная здесь нас носила здесь мы полностью газ открываем поворачиваю нас начинает опять же заносить то есть надо отлавливать момент чтобы нас не развернуло на mx5 я мог здесь указ в газ пол пройти почти что сбросить только газ потом выдануть из этого поют то есть в этой секции этот автомобиль поэк это маленьким легеньким микрокар вот открылся ну можно сказать что я рано открылся для так сказать более стабильного результат на всех автомобилях как помните стоит автомат коробка да она где-то может чуть тупит чуть где-то не дает докрутить движок на те самые 200 300 оборотов но это хотя бы везде более менее стабильно потому что можно будет сказать ой где-то ты здесь затупил на одну десятую не переключился вовремя так далее тут получается честный полностью адекватные результаты то есть вот эти газ открываем открываем держим держим по буксовка ну грубо говоря у самого автомобиля зацепа не хватает хотя это трековая версия участник плохо прошел но выход испортил пошел хорошо выход плохой здесь достаточно хороший вход поворот достаточно сейчас отличный а также резко прошел это вообще ужасно поворот я прошел не по апельсу не по тариктории поздно открылся вообще полностью да с имеется ввиду ужас честно и здесь про вагоне ну результат где-то на сколько на 3 секунды да ну почти на 3 секунды все-таки лучший результат то есть значит время у нас идет зачет ford mustang gtr концепт трековая версия который 2 минуты 28 секунд и 600 в конце серии будет таблица с результатами где покажу а что же все таки кто будет конкурентом на треке у данного автомобиля так и у нас из фортов must давайте-ка сейчас тогда уж а где мы покупали ford вот ford мы покупали форте до ford или это новый это старый нам нужен это склоночный заказится какой салон без разницы какие диски потому что сейчас мы отправимся в автосалон тюнинг салон и будет самое веселое вообще что может быть с этим автомобилем это максимальная комплектация на 375 сил мы на ней ездили время есть значит дальше gtr концепт нас тоже время есть 440 и пожалуйста значит мы сделали сален 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 экстрим пакет какой-то сейчас скажу как точно полностью это звучит это у нас сален с 281 экстрим экстрим купе значит здесь уже 550 сил ну видите долбится в отсечку так вторая скорость подлиньше на 100 километров чем gtr третий покороче все 66 ступенчатая коробка передач стеклянная панорамная крыша выхлоп по центру 2 овальных таких отверстий ну и передний бампер передняя оптика поменены и так далее давайте посмотрим какой у нас класс класс нас вообще c удано в автомобиле это очень много я сказал бы вам сразу в результате давайте как пополним так пройдем частично сюжетку наш поем здесь много можем подвести давайте выполнил это задание попутчик ну что у нас будет так слава богу нам не угарить никакие баллы за то что я чуть съехал с тротуара с бордюра с тротуара с полябрика там как хотите на 3 километра за две минуты 4 километра то есть у нас это средняя скорость должна быть по 120 километров в час смотрите довольно шустро учетом то что он на 3 килограмм тяжелее перед чем предыдущий автомобиль то есть это чувствуется потому что поворотом входит да не намного тяжелее намного более тяжелым чувствуется а кстати при виде из салона у нас слышится звук компрессора то есть вот то что слышите как пылесос забывает гудит ли турбины свистят они пищу 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 а это вот именно это вот именно компрессор огромное спасибо американцы на v8 любят компрессоры ставить поэтому вполне нормально но мы идеально сделали то что у нас автомобиль явно более высок то есть наружу вот так лучше всего слышно хотите голым самолета истребители обзываете хотите завыванием пылесоса это вот вам каков как угодно так сказать можете обзывать этот звук ну учитывая примерно так так смотрите сейчас мы отправимся в агентство попробуем найти купить еще один домик чтобы нам было куда ставить так сказать наши автомобили у нас один вариант да есть все больше нет с остальной все дешевое жилье мы скупили какая-то дорожка по серпантину давайте прокатимся сейчас я поменяю вот они вот он мощь 550 сил на задних колесах а лотус и лис у нас впереди посмотрим сможем его догнать ну здесь на прямом участке то это явно моего удела сейчас когда начнется секция с поворотами просмотру солен это воде производителя американский и как я знаю них есть с 7 винтурга потом из семених винтург у них так название там что-то очень большое 8 не знаю врать не буду мы дальше посмотрим там очень большой движок плюс он еще турбовый выдают они что порядка 750 что ли лошадей ну там дизайн соответственно сделан я позвал этот дизайн спорт гиперкаров конца 90 начала 2000 потому что там получается острый нос и обрубленный зад все как у всех на старых феррари них не обтекаемый он именно обрублены но это так сказать мелочи дизайна не особо ни на что нет что отправляемся значит на наше шоу ведришки шоу наш тестовый полигон продолжаем значит так это как обычно у нас первый тестовый проезд вы как обычно переносите самый конец вот у соли но уже плохо поворачиваемость короче он менее устойчивый чем джи те конца купе который мустан ну переносимся в конец первой попытки и смотрим какое же время у нас получилось значит смотрите завершаем нашу пил тестовый проезд так как первую попытку у нас была шпилька наш любимый разворот где мы на mx5 ходили а начиная 70 заканчиваясь 80 километров в час на этом автомобиле мы ели как проходим то место с полостью 70 километров в час нас видеть и замысл во время сально нашего 200 солен с 281 extreme купе две секунды две минуты 32 секунды 41 соты очень плохое время честно скажу для пятиста пятидесяти лошадей но хотя это 550 лошадей которые вообще рассчитаны на драк рейсингами на трек поэтому если мы сейчас сможем указать показать такое же время как показал мустанг gtr это будет уже хорошо так я предлагаю начать заново ну файта фаринга это сами пить начать лету пробуксовку все ушло эффективность связь скорее опять ведь я начинаю открывать газ на полную все сносит хотя у нас еще система кусовой устойчивости не отключена потому что здесь был потом автомобили которые не будут управляться даже так хорошо за перепадов овощи я все собрал чуму хотя бы этот поворот более-менее адекватно прошел что-то мне совсем это цель не нравится я думаю что я если понадобится место в гараже я буду продавать хотят это повороте мы лучше вошли чем дитя в конце вот опять же здесь видно его сносит вот газ немного поворачиваем получается мне все про буксовку опять же здесь мы не смогли вать и нормально поворот но ты завесом здесь не вошли это уже поняли по другим автомобилю ну здесь прямая с ним совсем небольшим сплавным поворотом в это место мы проходим без проблем здесь от тормозится тоже нет проблем а вот этот поворот есть как только мы начинаем открывать его сразу начинает боком стоять а как только выставить боку он сразу перестает вообще как-либо управляться ну хотя это с одной стороны типа плохо с другой стороны но это тяжелый форт мустанг ну вот время 2 минуты 27 секунд и шестьдесят пятьсот получается время на секунду меньше даже чем помыть секунды чем форт мустанг gtr концепт купола так что что-то облегчил мустанг на 300 килограмм что ты добавил 100 лошадей разницы никакой это мустанг а мустанг есть мустанг знаете вообще есть желание добавить еще полного треша вообще прям чтоб вообще по жести так сказать по полной чтобы так сказать добить вообще окончательно у нас есть газ 31 10 лада 21 0 8 лада 21 15 приора нас есть запорожец но почему-то запорожец с мощностью сто восемьдесят пять лошадиных сил все понятно это очень ужасно данные четыре цилиндра 18 ну ладно и есть внимание лада веста киосит цирата купе так газ 31 10 или лада 2 блин давайте выберем газ 31 10 а ничего не меняется значит скажу вам так это представительский автомобиль времен ссср это так значит у нас у нас бака так сказать от этого человек который создал мод внимание смотрите у нас автомобиль флинстоуна так что поближе вы ноги белые кроссовки нашего чувака точат ну ладно шутки шутками значит это полга потом это давайте посмотрим по приборная панель я честно не знаю может вы мне подскажите вот спидометр тахометр это не от газели я не знаю вообще какая у нас мощность но по моему устанавливаем мировой рекорд по максимальной скорости так у нас есть четвертая скорость у нас есть пятая скорость у нас пятиступка это уже хорошо и автомобиль в ф-классе прикиньте сейчас короче треш треша давайте сразу глянем просто мне стало реально интересно и вообще это не шутки кучу нас 131 лошадь а мы сможем сделать 143 лошади на четверть больше мощности короче газ 3102 это какая-то волга на 300 сил тогас 21 зил 130 змз с 3d это не знает какая-то типа если я правильно понимает какая-то типа инвалидка что ли газ 13 чайка и чё серьезно вот это треш ну как мы помним да давайте просто ради интереса гоночки с класса гоночка в класса есть чё-нибудь ой стамс что-то вообще здесь могу учили хоть сколько е класс раз если здесь гоночки bc еээв и давайте посмотрим что может наш газ 31 10 я в реальной жизни ездил в таком автомобиле но ездил я на переднем сиденье на заднем сожалению за рулем меня не получилось поездить на этом автомобиле но из того что я испытал на заднем сиденье так сказать и на пассажирском скажу сразу по подвеске это лим почти что лимузин это значит неразрезной мост на рессорах ох кочки не важно какие кочки если сухой асфальт под колесами то ты вообще спокойно ездишь себе и все кочка здесь скотчка там ты ты и все и ты поехал дальше это вальяжный большой такой я бы сказал кит но он не кит не можешь потому что он не тяжелый то есть это вас внутрь люкс люкс советского союза то есть ну и как бы смех смехом он реально круче едь ну неплохо едет в том плане что он достаточно комфортно по управляемости да там апрес было нет про блес не скажу да в поворотах его заносила давно него надо было обязательно шипованную резину одевать потому что это зад а это себе здесь гололед это норма то есть и плюс него отсутствие блокировки дифференциалы я хотя хотел сказать что сейчас чуть не мать языком не сказал но для советского союза блокировка хотел сказать вообще дикость но на грузовиках были блокировки для легкой промышленности и не спорта это было правда ругательство какое-то вот этот салон это все это ну блин а по трассе автомобиль едет достаточно устойчиво устойчиво могу сказать так что выбирая между камни начиная с там 2000 2000 года заканчивая 2008 годом и вот это волга по трассе я выберу вот эту волгу даже пускай у нее расход будет потому что в этой волге даже с учетом того что они она мягкая тебя не укачает а в камре тебя будет реально укачивать нам осталось немного до открытия эксперты там будут новые гонки ну и как вы понимаете мы продули потому что потому что это волга газ 31 он не едет быстро как нам хочется поэтому я предлагаю на эту серию закончить вообще-то другим образом и посмотреть где есть доставочки автомобилей 21 километр 21 километра мы поедем где-то минут за 10 наверно что нам предлагают о ламборгини и ламборгини или ламборджини там кому как угодно это св значит скажу так вот этой модельки ламборгини я по-моему он сегодня такие диски как у нас здесь нарисован нарисован приклеить но не знаю кучу оригинального свои другие диски более стильные более подходящий занят в автомобиле ну как вы знаете св это супер или я не знаю испанский вехи классу супер вехи или супер величины по-испански по-итальянски это супер короче это как у ягуара f-sport и это также у ламборгини грубо говоря автомобиль очень хорошо управляются смотрите мы сколько едем есть один минус видите мне долго приходится оттормаживаться везде кастями когда я не вижу куда ехать это потому что ну мы тормозили 200 километров в час поэтому понятно притом вот за счет полного природа направляется ну короче эту ламборгини можно покупать макси ладу очень можно будет макси ладу покупать и тюнинговать ее я больше чем уверен на на макси ладу будет тюнинг вот это с в там будет надо расписано как переводится где туристы значит ламборгини то у нас в 12 6 литров это еще атмосферных шесть литров в результате мощность должна быть где-то порядка от 500 до 600 лошадиных сил помимо этого то у нас полный привод это специфический дизайн такого не низенького автомобиля и максималка где-то в районе 310 и 330 именно у макси лаги мусси лаги мусси лаги склоняется нет вообще мусси лаги ну из недостатков вот этой модельки это я уже как вам сказал диски сейчас дальше уже будем подъезжать я вам покажу потому что не хочется сейчас влететь куда-нибудь и приезжает заново 8 километров вот мы 300 едем запас еще есть это вот и у этого быка еще идет шестиступенчатая механика нет не механикам а секвентальный здесь по моему с лепестками ну короче шестиступенчатая коробка передач а не 7 не 8 как уже у последних версий идет если кто-то не знает 6 почему шесть ступеней поменяли на 7 но 8 таскать сейчас уже даже десятиступенчатый автомат значит в спортивных автомобилях 7 скорость 8 тогда я появляю появляется только для того чтобы можно было сделать покороче скорости и либо сделать покороче скорости за счет чего увеличить динамику либо добавить просто еще одну скорость и за счет этого увеличить максималку то есть некоторых случаях из ну комбинируют так сказать и уменьшают увеличивают динамику ускорение и максималку за счет того что цепляют еще одну а то две передачи то что этому слаги получается 320 330 тут в зависимости а там от модификации так далее у следующего ориентадора у него же 7 ступенчатая коробка у него 350 или 360 ну грубо говоря за счет того что 6 скорость не последний то есть и не надо выжимать на максималку а не и там чуть покороче сделали добавили седьмую скорость которую сделали чуть подлиньше результате мы более-менее получаю ну примерно ту же скорость мы смогли получить получить более лучшую динамику во-первых во вторых возросшую максимальную скорость если мы возьмем это в спорт если возьмем гражданских автомобилях то в гражданском автомобиле есть если как пасть как объяснить то это простым языком топливом на воздушная смесь нет режим двигатель работы двигателя ну можно так сказать хотя нет режим есть работа вы скажете спорт эконом и так далее вкратце двигателем управляет электронный блок управления двигателем эбу мозги и так далее то что чипуются и предлагают то на что предлагается чип тюнинг сейчас и так далее в этом и буду зашиты программы то есть ну грубо говоря если совсем и ты там есть экселевский документ который при определенном значить при определенных оборотах сложная диаграмма даже сложная трехмерная схема который рассчитывает что и нажатой педали на столько-то процентов и таких-то оборотов может быть бедная смесь может быть богатая смесь вот и грубо говоря когда у тебя 6 скоростей то есть этот диапазон поймать очень сложно сложно поймать имеется ввиду самому автомобилю и коробки самой результате чего у тебя получается что увеличена увеличенный расход да выпихаем 8 ступеней любого года пусть это на 2 больше следовательно ты в те же самые обороты двигателя ты можешь сдвинуть может перемещать эти скорости делать какую-то скорость короче какую-то длиннее и в результате ты будешь всегда находиться в этом оптимальном диапазоне где грубо говоря достигается максимальная экономичность максимальная экономичность это даже не столько максимальная экономичность сколько минимальный расход в результате чего расход уменьшается с учетом этого средний расход уменьшается в результате чего ты получаешь экономию топлива во всем ну за исключением того момент если ты будешь просто на месте стоит эти ужасные диски вы видели сейчас и нас обратно посадили в нашу волку кс 31 10 давайте проверим кое-что попробуем вообще помощь вождение отключить 131 лошадь сможет крутить пятаки или нет у прикиньте у асфальта да простите они все вот сейчас смотрите я еду я пытаюсь еле в голову пошел 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 на нас нет все вообще полка хороша так что не будем ничего не договаривать таки получить подкрутить получилось значит наша серия предлагаю закончить на этом моменте нашу серию спасибо всем что смотрели сейчас нас подгружается таблица с результатами мы видите вставили gt муста ford mustang gtr концепт купе которая спортивная версия трековая дальше ставили у нас получается сален с 281 экстрим парк пакет который тоже видите его в таблице а не забываем подписываться на ютюбе обязательно ставить колокольчик обязательно нажимать на колокольчик первый раз а потом нажимать второй раз чтоб появились к вы чечки иначе не будет приходить оповещение о новых сериях сожалению youtube это в этом плане вообще выпивался два раза поднадцать начала подписаться потом еще на повещение а потом еще второе чтобы галочки были youtube молодцы дальше подписываемся на нас в контакте на группу на страницу в инстаграме подписываемся также не забываем делать лайки репосты хотите даже публикуйте это видео для своих к можете для своих групп каналов использовать и так далее также есть ссылки на двух спонсоров первый спонсор это кэшбэк сервис мега бонус второй спонсор это у нас сайт для фриланс фрилансеров к ворк там задание для фрилансеров и способ как вы можете сейчас заработать пока лет если у вас каникулы вы студент-школьник либо взрослый человек ищите себе клиента то есть там есть для всех главное зашли зарегистрировались если кэшбэк пошли купили себе что-нибудь сэкономили деньги получили обратно свои деньги заодно тем же самым помогли каналу даже есть ссылка на донат и так что не забываем нас обгоняют не забываем дожидаться следующих выпусков ставить лайки обязательно на ютюбе тоже всем спасибо что посмотрели всем до новых встреч и всем пока спасибо и Продолжение следует...